Ну а как обещали, у нас в студии появились гости. Сергей Жаринов и Алексей Дедяев прямо сейчас будут заряжать вас позитивным, хорошим настроением и главное поздравлять с пятницей. Вот так вот. Да, ну что ж, мы собственно предлагаем и не медлить совсем, а уже начинайте. Доброе утро, ребят, и мы ждем от вас песню. Дон-доридон, дон-дон, дон-доридон, дон-дон, поле перезвон, а в ночи дорога. Дон-дори-дон-дон-дон, Дон-дори-дон-дон-дон, Поле перезвон, А в душе тревога. Захрипели ветры злые, За окном кружит пурга, Велика тайга в Сибири, Да и жизнь недорога. Эх, ночка темная, Эх, кружит пурга. Знает тайны лес суровый, Что не по сердцу ему Превратили бор сосновый, В очужбинушку тюрьму. Эх, ночка темная, Эх, кругом тайга. Ой, не злато, а серебро, Полными горстами. Дай свободу, волюшку, Ночка схорони. Дон-дори-дон-дон-дон, Дон-дори-дон-дон-дон, Поле перезвон, А в душе тревога. Льет мне воду быстро речка, Слезы кровушка по ней. Ой, ты, вольное сердечко, Не води туда коней. Эх, ночка темная, Эх, долюшка судьба. Ой, не злато, а серебро, Полными горстами. Дай свободу, волюшку, Ночка схорони. Дон-дори-дон-дон-дон-дон, Дон-дори-дон-дон-дон, Поле перезвон, А в ночи дорога. Дон-дори-дон-дон-дон, Дон-дори-дон-дон-дон, Поле перезвон, А в душе тревога. Спасибо большое, Сергей, очень классная песня. Она, если не ошибаюсь, так и называется. Дон-дори-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон, А в душе было назвать ее про каторгу, да? Расскажите, Сергей, это авторская ваша песня, правильно я понимаю, собственного сочинения, вот я думаю, телезрители наши совсем и не знают. Ну, в общем-то, да, это авторская песня, как бы песня, выпадающая из, так скажем, обычных жанров, в которых я пишу. То есть, может быть, когда-то эта песня прозвучит в каком-нибудь фильме или сериале. Было бы здорово. А как пришло вдохновение, если вы говорите, что это не типичная для вас песня, а вот как взяли? Ну, потому что тема какая-то такая вот, и даже для меня странная. Ну, хотя я писал и для казаков, и просто какие-то серьезные вещи. Но эта вот песня как-то совсем пришла откуда-то там. Интересно. Сергей, ну а расскажи, я даже видела, что, по-моему, в концерте, посвященном МЧС, тоже, да, по первому каналу прозвучала твоя песня. Песня Лепчанина. Вот никто не знает, а я вот знаю. И сейчас я предлагаю Сергею об этом рассказать, потому что все-таки, наверное, многие из вас смотрели по телевизору этот концерт, но совсем вы не думали, что там-то песня Сергея Жариного. Расскажи всем, что это за песня, почему ты ее придумала, как она на первый канал-то попала. Значит, песня называется «Мужество, честь и спасение». Я с автор этой песни, то есть слова написал другой человек, а я написал музыку, сыграл эту песню показательный оркестр МЧС министерский, симфонический. И так получилось, что 25-летие МЧС проходило в Кремле. И так как Кремль у нас это супермедийное место, и туда имеет право попасть только звезды, то есть те, кто медийные лица, да. То есть все, кто участвовали в концерте, это и простые спасатели, и молодые спасатели, все, кто умеет петь и так далее, но вырезали всех, кроме медийных. И встал вопрос о том, что, Сергей, ты можешь спеть эту песню в Кремле, ты будешь счастлив, но тебя вырежут. Либо эту песню поет медийное лицо, и эту песню оставят в концерте. И вот, конечно же, зачем мне Кремль, мы уже там были, когда-то с казаками России. И поэтому я решил так, что пусть лучше песня живет, пусть ее исполнит другой исполнитель, но зато останется память. Зуров мир шоу-бизнеса, да, не все так просто. Ну а хотелось, кстати, узнать, для кого еще приходилось писать? Может быть, сейчас есть какие-то заказы на песни? Может быть, что-то сейчас в процессе пишется? Ну, заказов, я бы не сказал, что много, но они всегда есть, они абсолютно разные. Ну, начиная от гимнов различным там предприятиям, организациям, совершенно разным. То есть иногда приходится такое писать, что не знаешь и про что. Про какую-нибудь колбасу я представляю, да? Ну, или про бутылку из стекла, да? То есть есть стекольный завод, я думал, что он делает витражи, там кремлевские звезды там отливает, а он делает бутылки для пива, да? И поэтому приходилось и такое писать, но ни слова об алкоголе, ни слова о том, что они делают. И в то же время, да, и в то же время тема была развита, и все было здорово. А еще, скажи, Сергей, вот вы постоянно с Алексеем в дуэте, или это вот новое какое-то направление у вас в вашем творческом пути? Новым направлением это трудно назвать. Мы друг друга знаем очень давно, и еще когда мы были начинающими музыкантами и работали не вот в этих замечательных студиях, а в пешеходных переходах и так далее. Вот, поэтому знаем мы друг друга давно, а дуэтом я мечтал давно с ним уже работать, и так случилось, что вот у него сейчас такой период, и у меня, когда мы можем сделать что-то новое, и, возможно, это новое когда-то очень скоро уже появится, ну, не знаю, на радио, на телевидении. На больших экранах. На больших экранах маленьких городов, я бы так сказал. Интересно, все-таки у нас утренняя передача, и хочется спросить, как для вас начинается утро? И вот утро во столько по времени. Это для вас привычное время, или все-таки вы больше ночные жители-музыканты? Ну, конечно же, мы встаем в 4.30 каждое утро и спешим на эфир от этого. Нет, конечно. Мы, музыканты, больше живем по ночам, сочиняется тоже в основном, в то время, когда все спят, когда никто не мешает, как правило, это самое интересное время для муза, так скажем. Поэтому утренние часы для нас, это самые замечательные часы для того, чтобы спеть какую-нибудь высокую песню. Меня музыканты поймут, потому что в такое время никто не поет, это противопоказано для связок. Очень сложно, наверное, сейчас, да? Но, наверное, может, тогда не стоит вас спросить, или вы все-таки исполните для нас еще песню? Ну, конечно же, потому что как-то песня о каторге, это, в общем, здорово. Да, давайте на позитивный нотик. Мы бы хотели, да, подарить еще одну песню про любовь. Давайте. Потому что 8 марта скоро, мы бы хотели этой песней поздравить наших любимых женщин замечательным праздником и поздравить их. Пожелать всего самого хорошего, любви, счастья, удачи, которая нам всегда нужна. Ну, и для вас эта песня, которая называется «Давай придумаем любовь». Немало дорог я в жизни прошел, но только сейчас тебя я нашел. Я счастье свое не буду скрывать, Я просто хочу тебе сказать, Давай придумаем любовь небесной красоты, Чтоб травы и цветы нас радовали вновь. Пускай она горит букетом нежных слов, Давай придумаем любовь. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на И тихо поет душа моя Давай придумаем любовь небесной красоты Чтоб травы и цветы нас радовали вновь Пускай она горит букетом нежных слов Давай придумаем любовь Пускай она горит букетом нежных слов Давай придумаем любовь Давай придумаем любовь Давай придумаем любовь Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Ценой субботы. Спасибо вам огромное, ребят, что это утро провели вместе с нами. Спасибо. Но мы продолжаем. Дальше нас ждет еще один дуэт, правда, уже нарисованный. Смотрим.